ПЕСНЯ Обращение к Богу Преосвященнице Баккирилла, Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Дорогие Господи, отцы, братья и сестры! Мы стоим у порога значимого для жизни любого христианина времени. Начинается Великий Пост. По опыту мы знаем, что величие этого поста определяется не столько тяжестью ограничений и постных подвигов, сколько благодатной близостью Бога, чье зримое присутствие открывается всякому внимательному христианину. Именно в эти дни мы обращаемся к Богу с дерзновенным молитвами как лично о себе, так и о всем мире. И особые наши прошения будут к Творцу Первое Воскресенье Великого Поста. Этот день именуется торжеством православия. Это сила духа, которая внушается человеческому сердцу, чтобы он всегда верил в Бога, доверял Ему и всегда жил по заповедям Христовым. Молимент торжества православия, который совершается православным миром единожды в год, показывает, что все тяжелые периоды жизни разрешались именно тем, что православие и истина, пребывая и в уничижении, и в гонении, и в поношении, восторжествовали. Приглашаю всех в Первое Воскресенье Великого Поста 17 марта в 15 часов собраться на месте будущего храма Святой Екатерины на площади у театра драмы и совершить там молебен торжества православия для укрепления нашей веры, для призвания помощи Святаго Духа в этом великом деле, чтобы сила духа всегда соприсутствовала каждому жителю нашего города и укрепляла нас в добром делании для спасения своей души, для жизни праведной и благодатной. Мы соберемся для того, чтобы совместно с соборной молитвой призвать Бога, чтобы Он объединил и защитил нас, утвердил веру и показал свет истинный тем людям, которые сейчас Его не видят, ибо Сам Христос есть и путь, и истина, и жизнь. Пусть храм в честь Небесной Покровительницы Екатеринбурга, Святой Великомученицы Екатерины, станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви и справедливости, к своему Отечеству, своему городу и его истории. Да укрепит нас Господь, даруя силу духа, присущую Святой Великомученице Екатерине, Святым Царственным Страстетерцам и всем святым от века Богу угодившим. Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотургский. Благословен Бог наш, всегда ныне и виск на его веки веков. Аминь, слава Тебе, Боже, душа, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, прийди вселесивные очисти на всякие скверны, и спаси блажь же души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый посети, если не мальче наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как и на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Твое ищи, Царство и Сила, и Слава Отца и Сына, и Святого Духа, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем к самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, Душа моя, Господа. Господи Божий мой, возвеличился и сизило. Во исповедание вели лепоту облекса и си. Подеяйся светом, якоризую, простирая небо, якокожую. Покрывай водами превысприняя своя, полагай облаке на восхождение свое. Ходяй на крыло ветреню, творяй ангелы своя духи и слуги своей пламени огненной. Основая землю на твердие, не преклониться век века. Бездна, якориза, одеяния, на горах встанут воды. От запрещения Твоего побегнут от глаз, а грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо я же основал Исиим. Предел положил Исиего, же не придут ниже, обратятся покрытия землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут нагрев, жажду свою. Над их птицы небесные привидают от среды камень и дадят глаз. Напояя горы превысприняя своих, от плода дел Твоих насытится земля. Прозебая траву, скотом и злак на службу человекам. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека. Умастите лица и леми, хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанских же и си насадил. Там у птицев и гнездятся, и ради его жилища предводительствует ими. Горы высокие, и леням камень прибежище завицы. Сотворилось луну во времена, солнце поздно запад свой. Положилось в тьму и бысь ночь. В ней же продутся звери дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Во сия солнце, и собравшись, и вложить своих лягут, и зайдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившись и дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнится земля твари Твоей. В сии море великое и пространное, там о гаде их же нет числа животные, малое с великими, там о корабли приплавают, змисья Его же создалось и ругайтесь ему. Всяк Тебе чает до типичьего блага время, давшую Тебе им соберут, отвершую Тебе руку всяческой исполнится благости. От врачу же Тебе лица возметутся, от имя же дух их и исчезнут, и в перь свои возвратятся, после шедуха Твоего и созидутся обновившие лица земли. Будет слава Господне, во веки возвеселится Господь, о делях своих, презирая на землю, творяя и утрястись, а прикасаясь а горами дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему дон дежи есмь, да усладится ему беседа моя, ажи возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быти им. Благослови, душе моя Господа, солнце поздно запад свой, положилось и тму и бысь ночь, як о возвеличившись и дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил я си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Иром Господу помолимся! Господи, помирь! Господи, помирь! И отцы нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем, митрополите Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся! Господи, помирь! По Богу хранили и державе нашей российской властях воинств и народе я, Господу помолимся! Господи, помирь! Возде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся! Господи, помирь! О граде всем всяком, граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся! Господи, помирь! О благо растворений воздухов и изобилий плодов земных и временях мирных, Господу помолимся! Господи, помирь! О плавающих, путешествующих, недугающих, страждащих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся! Господи, помирь! Избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нужды! Господу помолимся! Господи, помирь! Сступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью! Господи, помирь! И святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородице и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и живот наш, Христу Богу, не дадим, Господи! Мы подавали тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и не приислое во веки веков! Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 Девушки отдыхают Скоро, скоро, скоро услышим я, услышим я, Убей души, мой, Ислалию, Ислалию, Ислалию. ПЕСНЯ 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 И от всех, и в ум, и Твое, Бог, А мы, наша Господь, и преклоним Себе, Господи! И притвор славы нас, и Сына и Святого Духа, И Итриц твоего веки века, Аминь! Пусть я, Господи, Пусть я, Богу дать, Боя Господи! Пусть я, Господи, Пусть я, 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 Господи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присну, и во веки веков! Аминь! Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим! Без истления, Богослово Рожью, Исущую Богородицу Тя величаем! Именем Господнем, Высокопреосвященнейший, Владыку, благослови! Ты благословен Христос Бог навсегда, ныне и присну, и во веки веков! Аминь! Небесный Царю, веру утверди, язык и украти, Миру, мири, святый, храм сей, добре сохрани, Прежде отшедшие отцы и братью нашу, Вселенных правильных учини, И нас в покаянии и исповедании, Прими, якоблаги и человеколюбец! Господи, и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, Не дашь мне! Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, Даруй ми рабо Твоему! Ей, Господи, Царю, даруй ми зрите моя прегрешение, И не осуждайте брата моего, Якоблагословен Яси во веки веков! Аминь! Слава Тебе, Христе Божье, Убывание наше, слава Тебе! Слава Тебе, Святому Духу, И не пресняй, воинь и веков! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Само преосвященнейший, Владыка, Благослови! Иисус истинный, и Бог наш, Благослови, и чистый от Своей Матери, Представь из стучастных небесных сил бесплотных, Захлавных и всепальных апостолов, Святые Великомученицы Екатерины, Святых Царственных Страстутерцев, Царя Николая, Царица Александра, Царевича Алексея, Великий Княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, И всех новомучеников и исповедников Церкви Руссия, Святаго Праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца, И всех уральских святых, Святителя Парфирия, Архиепископа Газского, Священомученика Петра Пресвитера, Священомученика Сергия Пресвитера, Преподобномученицу Анны, Священомученику Иоанна Епископа Рыльского Иоанна Пресвитера, Мученика Севастьяна, Преподобного Севастьяна Пашихонского, Ижи и память ныне совершаем, Святых и праведных Бога Отец, И Кимаян и всех святых, Помилует и спасет нас, Яко благо и человеколюбит. Севастопа Руссии ПЕСНЯ 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 Грехов кающемуся, моносию узами железными связанного, покаянием же исповедовавшегося Тебе, молитву приимы и грехи его оставивай, блудницу, познавшую милость Твою, исходники приимшую и с миром пустившую, спасай. Грехи, услыши ныне моление мне, недостойно гроба Твоего, и презри вся согрешение сих рабов Твоих в покаянии к Тебе прибегающих, и дашь им сердечное сокрушение и болезнь агресет, имя же Тебе, Творца Своего прогневаша, могуще их от грехов очистите. Дашь им благодать Твою, якодатою возбуждаемы и подкрепляемы, в память злая Своя дела приведут, и сия вся во страсте Твоем, духовному Своему Отцу, от Тебе же уставленному Судии, истинно исповедят. И сами на себе, як в новинных, в сердце сокрушенным и смиренным, поимствовать и каяйтеся, и жалете себе о них, и совершенного прощения, и от них разрешения Твоим милосердием через их духовника, Твоего же Судию, по неложному Твоему обещанию сподобие. Тебе, реклыси, ежи аще разрешите на земли, будет разрешено на небесе, ей, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, приими рабы Твоя, кающиеся о своих гресах, ведомых и неведомых, вольных и невольных, и сия исповедати по Твоему повелению предложивших, и Твоей усилой и благодатью приемь их милостивно, укрепи, ежи к тому не возвратитеся им по греху, и к злым и неподобным делом, в них же многожды в подоша, но воздвигни и заступи их от козни дьявольских, и от всех сетей неприязненных, якода без припятия послужат тих преподобие и правде во вся дни живота Своего. Ты боеси Бог наш, в мир пришедый, неправедных призвати, но грешных на покаяние, и седьмесят крат седмерицу их падающим во грех оставляти согрешения повелевы, якожи оба жену в прелюбодеянии ятою, фарисфейми искушающими Тя привиденную, не осудил еси, но милостивно реквеси, иди и отсели к тому не согрешай, и сих не осуждай, но человеколюбно помилуй, якожи и другую блудницу плачущуюся, и слезами нози Твою омывшую, и главы Своей я в лосы отершую, помиловал еси, милости Твоей ради, подашки сим рабом Твоим невозбранное и теплое воистинном покаянии слезы, утверди их ум и сердце, знать и Тебе единого истинного Сына Божия, землящего грехи мира, приими их, якожи Петра, отвергшегося Тебе, и покаянием, и горькими слезами обращегося, приял еси, простри десницу Твою и приими их, якожи того в море утопающего приял еси, и укрепи их на борющего их дьявола, очисти их души и тело от всяких скверных, самбо реклеси благий Господи, не требовати здравым врача, но болящим, и пришел еси не спасаем и спасти, но погибающих, да штуба Господи Иисусе Христе Божий наш, рабом Твоим сим, скончати без порока начатый сей святый пост, и в нем Твоя заповеди исполняти, в молитвах же прилежати, и всеми добродетелями Тебе во вся дни жизни Своей я благоугождати, якогда в чистой совести причаститеся неосужденно Твоему Божественному телу и животворящей крови, излиянной за весь мир в оставлении грехов, сподобятся, и да победят и посрамят дьявола на них воюющего. Ты боеси, Боже, Бог кающихся, не хотя и смерти грешного, но еже обратитеся и живы будьте Ему. Не хочешь, чтобы, Владыка, создание Твоих рук погубите, не же благоволивши о погибели человечестве, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти. Тем же и ныне, Владыка, не отврати лица Твоего от рабов Твоих сих, но дашь им истинное от грехов к Тебе обращение, и от всех дел лукавых избавления, и сподоби всех нас в мире исполненных дел благих дойти, и поклонитесь о спасительным Твоим страстем и святому воскресенью. И на кончине живота нашего радости вечная со всеми Тебе благоугодившими получите, в Тебе, Бозе и Спасителе нашим. Ты, боясь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и вовеки веков. Благословение Господне на вас, того благодатью и щедротами и человеколюбием, всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Все честные отцы, дорогие братья и сестры, с началом всех вас спасительного великого поста. Вот как в нашу жизнь всегда зима приходит неожиданно, так и Великий Пост как-то неожиданно наступает. Несмотря на то, что есть и подготовительные недели, и Церковь всегда призывает и каяться, и молиться, всегда это время очень трогательное, очень душевное, очень глубокое, но наступает оно как-то так внезапно, что как страшный суд, наверное, будет наступать. И для нас оно, это время, время особого очищения нашей жизни. Человек ведь очень много делает всего того, что не потребно было бы ему делать. И если Бог, создавший его для жизни вечный, благоволит нам находиться здесь на земле до сих пор, то значит у каждого из нас есть еще хоть какая-то возможность снять с себя эту тяжесть греховной жизни и попытаться очистить себя от всяких грехов, от всех прегрешений, вольных и невольных. И Великий Пост – это самое доброе, самое спасительное, самое удобное время для того, чтобы человек посмотрел на самих себя таким, каким он есть. В жизни одного великого преподобного, ученика преподобного Сергия Радонежского, преподобного Кирилла Белоизерского, есть известный случай, когда в монастыре, который он создал, уйдя из игуменов одного из знатных самых московских монастырей, пройдя многие сотни километров, в глухую чащу, основав там Успенский монастырь, и собравшиеся братья, и один монах терпеть не мог своего игумена. И что бы ему ни говорила другая братья, у него только злоба его, и нелюбовь все более и более ожесточалась и накапливалась. И в какой-то момент он решил бросить все, уйти, но, исполняя долг приличия, пришел к своему игумену. А игумен встретил его земным поклоном со слезами и просил у него прощения и говорил, «Брат, ты единственный, кто знаешь о меня всю правду. Все мне говорят все только хорошее, скрывают от меня, но ты единственный человек, кто знаешь, насколько я дурной, плохой, непотребный раб Божий». И настолько эти слова исполнили сердце этого монаха, что он сам зарыдал, бросился к нему, просил прощения и остался в этом монастыре. Случай известный для жизни прежних веков и очень часто мало исполняемый в сегодняшней жизни. И что сегодня для человека самое страшное? Как говорят, злые языки хуже пистолета. Сколько злобы и ненависти сегодня можно услышать в любом углу, уголке, где бы мы ни находились. В общественном транспорте, когда мы остаемся сами по себе, когда читаем какие-то новости, когда что-то делаем в жизни, желчь и злоба прямо из каждого прямо бьет и в душу, и в ум человека. И что нам делать в этой жизни? Как нам защищаться? А делать, наверное, ничего не надо для этого. Надо просто оградить себя от этого и действительно понимать о том, что когда Христос призывает нас любить своих врагов, любить, не терпеть только, а любить своих врагов, Он призывает нас к тому, чтобы мы осознали каждый свою никчемность, свою слабость, свою немощность в этой жизни. Вот и прощенное воскресенье, оно всей своей полнотой способствует, направляет нас к тому, чтобы мы посмотрели на себя не такими, каким мы хотим себя видеть, а такими, какими мы есть на самом деле. И если бы каждый открыл свою душу сегодня, то, наверное, никто бы не выдержал всего того, что если бы эти мысли, эта душа, это состояние души было бы материальным, то мы не выдержали бы вот этой тяжести и не остались бы живы, возможно. Потому что столько тяготит нашу душу, и прежде всего тяготит ее вот эта нелюбовь, нелюбовь к человеку, нелюбовь ни к чему тому, к чему призывает нас Христос Бог. Как прошлое воскресенье, воскресенье о страшном суде, заповеди, которые Господь, о которых Бог спрашивает, кто пришел к Нему на этот страшный суд. И вот когда мы мысленно представим себе, что мы, лично каждый из нас ставит себя на место всемогущего Бога и определяет, этот правый, этот виноватый, этот грешный, этот не очень, кто мы такие, чтобы судить и рассуждать о людях, души которых и мысли, и их сокровенно известно только самому Богу. И какая тяжесть должна быть у человека, который и живет только тем, что ненавидит и поносит других людей. Самое страшное в мире, в этом мире, жить друг с другом. Вот люди уходили в пустыню и жили одни и сами. И при всех сложностях этой жизни у них не было повода для того, чтобы раздражаться на кого-то, осуждать кого-то. Они принимали это решение. Почему? Потому что даже если рядом находится какой-то другой человек, хотя бы один, обязательно найдется повод обидеться, рассориться. повод возненавидеть человека. Это беда и ужас для нашей человеческой души. я просил бы всех нас сегодня, как стремительно развивается это время, жизни не становится проще. Очень много появляется дополнительных сложностей. Но душу свою отдавать в эту погибель этого мира ни в коем случае не стоит. Потому что мы за нее отвечаем. Если мы будем поддаваться каждой вот этому всеобщему осуждению, ненависти и ропоту, не говорю же о том, что какими мы будем христианами, но на что мы можем надеяться. Прости другого, и Господь простит тебя. И в этом сокрыта огромная мудрость человеческой жизни. Потому что в этом прощении, в этом искоренении из себя злой памяти о другом человеке и кроется некая легкость и способность для того, чтобы лицезреть и воспринять свою жизнь благодать Христову. И вот в сегодняшний день попробуем и мы совершить этот шаг. Шаг прощения друг к другу. Ведь простить значит забыть полностью любую обиду, нанесенную тебе когда-то, которая живет в твоем сердце, и это рана не заживает. А рана не заживает, потому что мы ее сами не лечим. И вот для того, чтобы залечить, нужно просто забыть о всех тех, кто кому-то когда-то нанес те или иные обиды, то кого кто-то кого-то оскорбил, кого мы сделали, перед тем надо просить прощения. И с любовью и открытой душой входить в новую, в новую, в новую жизнь нынешнего года во святой и спасительный пост, который да поможет всем нам стать лучше, чище, искреннее, порядочнее по отношению друг к другу, поможет нам открыть для себя Божию любовь, Его великое милосердие, потому что для каждого из нас, какими мы страшными грехами и грешниками не были, для каждого из нас Христос, Сын Божий приходит в этот мир для того, чтобы принести себя в жертву за каждого, за всех, за все человечество и за каждого из нас. И какой мы будем неблагодарными тварями, если будем вести себя так, как будто только для нас создан этот мир и никого больше не существует, и все остальное Божие творение, оно для нас не является ничем главным, приятным, данным нам для этой жизни и для совместного вхождения в Царство нашего Небесного Спасителя. Пусть сегодняшний день откроет для нас новую жизнь, жизнь во спасении, в чистоте, без ропота, без осуждения, и даст нам возможность оплакать свои грехи искренне перед нашими духовниками и забыв о всех обидах, нанесенных нам, попросить прощения у каждого, кто был в нашей жизни и кому мы вольно или невольно нанесли обиду. И не дай Бог, чтобы от моей жизни, от моих слов, от моих поступков хотя бы одна душа отвернулась от Бога. В этом это страшная боль и это невероятное чувство, которое должно нас охранять от этих искушений, чтобы мы всегда помнили и видели любого человека, даже самого гневного, даже самого ропотного, даже самого неприятного, помнили о том, что и ради него Господь Бог пришел в этот мир для его спасения. Я у всех у вас сегодняшний вечер прошу прощения и особенно прошу молитв, чтобы нынешний Великий Пост прошел мирно, благодатно, тихо и чисто, чтобы никто из нас не обидел друг друга, чтобы наше сердце открылось для любви друг к другу, для понимания друг друга, для уважения друг к другу, чтобы мы были просто нормальными, порядочными, искренними по отношению друг к другу людьми. И благословение Божие да пребывается всеми нами в дни Великого Поста и во все дни нашей с вами жизни. Простите меня Христа ради дорогие отцы, братья и сестры. Простите вас только при освящении живого и крови, а нас простите и благословение. Благодатно, чьи грозные и своего человека, любия, Господь да простит и помилует всех нас, с праздником всех, вас духовным праздником, с началом Великого Поста. Спасибо. Великого Поста. Анатолин Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.